Не видишь? Вот так. Вот Елену вижу. Ну ладно. Елена, а вы можете там загородить свет? А почему ты меня не видишь-то? Значок выключим. А вот так видно, да? Бурат Владимир, нажми там в скайпе, чтобы записывалось. Я спрашиваю, не против, что мы записываем? И в интернет выставляем. Не против я. Здесь три точки нажмите. А вот запись, запись, вот она. А что такое? Запись нажмите. Игнатий Лавкин. Ну ладно. Игнатий Лавкин. Ну вот, я сейчас в метро захожу. Вы побеседуйте здесь обязательно. Задавайте вопросы. У Марии Тебел по реинкарнации вопросы. Она хотела что-то рассказать. Нет, это просто по реинкарнации. У меня есть тема для обсуждения. Ну да. Но у вас Библия-то есть? Нет. Библию-то вы считаете? Есть она у вас? Я сейчас на данный момент у меня нету Библии. У меня есть тестамент на английском языке. Я решила изучать английский язык и читать буду тестамент на английском языке сейчас. Вот. Но, так скажем, когда-то я ее прочла от корки до корки два раза и убедилась, что там все-таки есть тоже о реинкарнации. Ваше познание-то откуда? Вы как-то что-то знаете, видели кого-то или что? Почему вы в это верите? Когда Библия прямо говорит, всем нам предлежит однажды, однажды предстать на суд Божий и получить возмездие, добро или худо. Об этом говорится посланник евреям. Я сегодня уже говорил об этом. Второй Коринфянам, 5-10. Всем надлежит предстать предсвиделище Христово. Умер и все, до суда. Да. Каждый момент смерти – это мера. И какой меру человек меряет, такой меру ему в момент смерти отмеряется. Это так, так. Ну что? А где это об этом говорится, что он умрет, а потом еще раз родится, еще раз? Этого не было нигде. Это не было ни у греков, ни у римлян. Язычности даже этого не было. А христианство и Библия, Ветхий Завет прямо показывают. Человек умирает, и все закончилось. Он или в Шиоле, или сейчас душа идет или в рай, или в ад. Все кончилось. Возврата нет никому. Так. Есть-есть. Возврат есть. Только как бы нам сейчас предмет с вами поговорить? Я сейчас, вот на данный момент, я могу поделиться только с вами своими откровениями, своими находками, да, чтобы вы могли услышать это. Какое я могу, допустим, я вас принял. И кому я могу сказать? А вот такая-то была, и ей находки, то другое. Это уже несерьезно. Нет, это очень серьезно. Смотрите, какая ситуация. Я писала вот в прошлом году, писала реферат в университете на тему реинкарнации. Я очень долго не могла начать его писать, этот реферат, потому что, ну, не могла найти достаточной информации, чтобы, ну, она подтвердила мою гипотезу, что реинкарнация существует. Мне не нужно верить в нее. Я знаю, что она существует, понимаете? Но чтобы мир в это поверил, мне нужны были доказательства. И я не могла очень долго начать писать этот реферат, пока не попалась ко мне одна книжка. Я чуть позже напишу вам автора этой книжки, который исследователь из Германии, который провел 2500 исследований и доказал, что реинкарнация существует. Так что наука это уже доказана. Есть институты. Нет, давайте не будем больше время тратить, не будем. Вы Библию читали? Я читала Библию. Ну, это откровение Божие. Чудо, сам еврейский народ. Все разложилось, нигде нет и заново восстанавливается. Весь мир туда смотрит. А вот один немецкий смотрел, считал, да с пьяных глаз можно что угодно сказать. Сама совесть подсказывает, что не так это. Нет возврата. Никого. Ушел, похоронили, из кладбища никто не возвращается. И никуда он не возвращается. Он гниет, а потом воскреснет на судный день. А это так что угодно можно прийти по пьяную руку-то. Зачем это? Время терять на это. А перейти не на что. Господь говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна иота, черта из закона не исчезнет. А здесь полностью все опровергать. А кто-то один немец смотрел. Ну что один? Верить, что живет один раз и умирает человек, и на суд. Верят сегодня 2 миллиарда 450 миллионов. И также верят, точно так же верят 2 миллиарда мусульман. А вот это вот там, ну какая-то кроха там, 2-3 человека. Зачем это нужно? Это боязнь суда Божия. А я буду, может, князем, а может, свиньей, а может, червем. Бред. И даже слушать тут нечего. Ну, Игнатий, в таком случае наш разговор неуместный, потому что я думала, что мы будем говорить о реинкарнации. О чем говорить-то, понимаете, о реинкарнации? Я вам буду говорить свое, а вы свое. Надо опираться на важное. Важное это слово Божие, которое прошло через века. Исаак Ньютон говорит, я гипотез не сочиняю, а только говорю то, что написано в Библии. Все ученые мира, Нобелевские лауреаты, все верят, как я вам говорю, как по Библии. А я думаю, о чем разговаривают? Таких идей-то конца краю нет сколько. Что попало делают? Надо верить, как Евангелие. Библия предсказала, события идут точно в ряд, как уже предсказано. А это не на что нельзя опереться. Я думаю, реинкарнация... Игнатий, я вам, с вашего позволения, я вам пришлю одну работу, где будет написано очень много информации, которая может вам даст какой-нибудь толчок в другую сторону поразмышлять. Но разрешите мне рассказать одну простую вещь. Ну, как не простая эта вещь, а просто один эпизод из своей жизни. Я встретила женщину, которой было 90 лет, и она очень бояла смерти. Она так бояла смерти, что она из-за этого долго не умирала, хотя хотела уже умереть. И я с ней поговорила, она нашла меня, я по радио выступала, она нашла меня и попросила прийти. Я ее подготовила к смерти, я ей рассказала о реинкарнации. Я рассказала ей все, что знала на тот момент о реинкарнации. Она так вздохнула, так меня благодарила за это. Теперь я могу легко умереть. И умерла легко, спокойно, без всякого... Как звать-то? Звать-то как вас? Именно реинкарнация, Игнатий, именно реинкарнация освобождает человека от страха. Да это бред пьяного человека, а я успокоил его, да можно что угодно. Завтра у каждого будет миллиард у нас рублей. И он успокоился, ничего не делает. Ну разве это... Вы обольстили человека, доказательств никаких нет. Она умерла, не покаялась, не исповедовалась, не причастилась. Вы обольстили ее, вам за это отвечать придется. Дорогую, уважаемый Игнатий. Да нет, нет, это... Это она просто... Так, разговор-то не о чем. У вас ничего нету, ни Библии нету, ни верия нету. А о чем беседовать-то, когда нет ничего? Опереться-то не на что. Вот она Библия, посмотрите. 3600 лет назад первые буквы записаны были. О сотворении мира. Как что было? Вам, когда вы побываете в трудном положении, ничего не надо будет. Времен Парижской коммуны был такой проповедник Евгений Берсье. И он говорит, вот сегодня тебя арестовали, как граф Монте-Кристо. И нельзя будет ничего взять, кроме одной книги, которой не обменять ничего нельзя. Какую возьмете? 2000 человек было, все до одного ответили Библию. Я сидел по разным тюрьмам. Великие люди со мной сидели. Нашу камеру, камера-академиком называли. Я говорю, ты какую бы книгу взял? Преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Я бы такую взял. Я говорю, на сколько хватило? Ну и все, в течение месяца ты ее сколько раз прочитаешь? Самые великие люди благоговейно относились к каждому слову Библии. Самые великие люди. Если хотите, я вам скину это. А это я сказал, бабушка умерла спокойно. 90 лет. Дайте их басен тысячи можно. Люди умирают некоторые. Себя пулю пустил и легко умер. Я принимаю ваше мнение, ваш опыт, вашу мудрость. И вы можете остаться при своем мнении. Я останусь при своем мнении. И мы можем на этом завершить наш разговор. Если вы захотите, я пришлю вам свой материал. Понимаете? Вот я сейчас в Израиле. А они не приняли Христа. Но верят одинаково. Умер и все. Я разговариваю с людьми во всем мире. Проехали всю Европу. В Америке много ездил. И эту чушь никто не принимает. Это только там и индейцы придумали. Вот они превращаются. Библия говорит. Библия. Единственная книга книг. Она говорит. Единожды мы умерем. Умрем, как Христос. И предстанем на суд Божий. А это полностью опустошить человека. А ничего не будет. Ну, более безумно нельзя поступать. Ну, хлебнул там литр водки-то и... А кто сказал, что ничего не будет? А кто сказал, Игнатий, что ничего не будет? За каждый поступок, за каждую мысль, за каждое слово человек ответит. Христос умер за наши грехи. Отвечать уже не приходится. Он взял грехи мира на себя. 1.29 Евангелия Тиана. Вот эта картина в Третьяковской галереи и явления Христа народу. Он 20 лет образы подбирал. И вот вот игненок, который берет на себя грех мира. И вот вся радость. Дорогой Игнатий, разрешите сказать маленькой девочке. Он умер за наши грехи и сказал. Прощаются вам грехи ваши. Идите, больше не грешите. А кто-нибудь вышел из греха? Он же показал путь. Вопрос уже понятен. Я отвечаю вам. Написано, рожденный от Бога не грешит. Первое послание Иоанна считаем. Дальше. Рожденный от Бога не может грешить. У него это в уме даже нет, у этой грехи делать эти. Он не будет, женщина не будет краситься. Она не будет навешивать на себя. Она уверовала. У нас этого нет. Вот мы строим деревню православную. Это даже в мысль не придет. Это вы сейчас говорите, опереться-то не на что. Со мной Евангелие. Я считаю, полностью вся тюрьма под моим руководством уже в течение одного дня. Я испытал, несу это, Игорь, уже будет 60 лет, как Библию дали мне после армии. Первый раз я в руках держал, в руках держал. У меня такое будущее. У меня знания, языков разных. Я поступаю 14 человек к высшему образованию, прохожу конкурс. Добиваюсь разрешения три курса за год сдать по выбору на одном из трех иностранных языков. А Библии нет. Дали Библию, моя жизнь полчаса полностью изменилась. Я понимал, в душе пустота. Ничего не будет. Я на море плаваю. У меня здоровье стопроцентное. Деньги есть. Но меня Бог сохранил от женщин. Мне 82 года. Я еще ни дома это не сказал. Мама сказала, делать этого нельзя. И мы посчитали. 10 ребятишек в семье. Бедные. А сегодня у меня брали интервью и спрашивают. А вот если бы перед рождением, вы бы уже понимали, кем бы хотели быть? Тем, кто я есть. Родители хотели бы другой нации? Нет. Он говорит, да у русских-то ничего нет. Вот именно это поприще открыто. Как сейчас пишут, через мою проповедь, тысячи людей встали на ноги. И в тюрьмах, и везде. А как, зачем буду говорить-то? Библия. Каждая слова сияет. Вот у меня Слово Божие живо и действенно. Сказанное 366 лет назад мудрость Соломона. Псалмы Давида. Мы каждый день утрами молимся и считаем вот эту книгу. А в Библии 77 книг. Вот она. Псалтырь. Этой книге уже 3000 лет. И как будто сегодня написанная. Каждое слово проникает в душу. Вы раскаетесь в том, что вам сатана налепил. Уверуйте в Господа. Примите святое крещение. И ваша жизнь будет там, а не там. Библия говорит. Христос говорит, что есть жизнь Божия и есть жизнь вечную. Кто не верует, вечный огонь ожидает его. Я верую в жизнь вечную. Даже знаю. Не надо верить. Я знаю, что она существует. Благодарю, Игната, за беседу. И я думаю, что на этом мы можем закончиться. Потому что у нас неравные полюса. И у вас одно мнение, у меня другое. И оно останется таким. Так что успехов вам, здоровья и процветания. Послушайте. Иоанн Златоуст говорит, что это бреди пьяных старух. Вот что-то взбрело в голову. Я буду лягушкой. И там, что, неужели совесть не подсказывает, что не так это? Даже древние римляне, греки и то так не верили. А все знали, река Ра, надо переплывать. И там, ну, ложь. Но что непрерывно будет реакционация, не было нигде этого. Это современно сатана изощряется любыми путями, чтобы человека... Я не пью, не курю и матом не ругаю. Вот. Мы можем не курить и быть обкуренным какой-то идеей бесовской. Это от сатаны, что вы говорите. Не от человека придумать такое. Библии в руках нету. Вы не можете ни на что опереться. Игнатий, а можете мне расшифровать одно место в Библии? Давайте. Я могу немножко ошибиться, но вы меня поправите, да? Там есть такое место, где Саул с Давидом общались, да? Да. И там есть написано. Когда злой дух от Бога находил на Саула, Давид играл ему на гуслях, и злой дух отступал от него. Да. Расшифруйте мне, пожалуйста, что это было за злой дух, который находил на Саула от Бога. Демон, демон, черт рогатый, залез в человека. Вот что, когда Господь шел и бесноватый, он спрашивает, как тебе имя? Он говорит, легион. В одном человеке не меньше двух тысяч бесов было. Вот злой дух, это тот, который был на небе ангелом. Вот есть такой маленький ролик, вы его посмотрите, называется «Интервью с дьяволом». Дьявол дает интервью. Как он пал с неба. Это 12 глава апокалипсиса говорит об этом. Господь об этом говорит Исаия, слушайте, 14 глава, Иезекииля 28, и 12 глава апокалипсиса. Все в Библии больше об этом не сказано. Там на небе была война, первая революция, и архангел Михаил сшипает их. Третья часть ангелов пошла за Люципером. Этот злой дух вошел в него. Я видел бесноватых. Стоит, кресет, я вышел на улицу, я говорю, Анатолий, еще с тобой? Он говорит, а вот такое случилось, зубы кажут. Я говорю, а когда вошло? Я жене изменял во время блуда, я вздрогнул, как что-то по мне пошло. Вот и все. Из-за греха. Бывает иногда, Господь, для того, чтобы возвысить человека допускает. Я сижу, занимаюсь дома один. Большая комната, на квартире хозяйка уехала, а в ней трагедия за трагедией. Погиб муж, погиб сын. Я один. Я занимаюсь, конспектирую златоустые. В это время меня как холод обхватывает. Прямо кажется, волосы поднялись. Я не слышу, но чувствую. Он говорит, сейчас я сделаю так, что ты с ума сойдешь и в окно бросишься. Я становлюсь на колени, я один. Я молюсь пока, а у меня все закостенело. В жизни один раз у меня это было. И теперь он мне недели, наверное, полторы мучил. Свет как выключишь, так брошусь. Я теперь нигде свет не включаю. Полностью пораженный дьявол отступил. Я бы нигде не уступил. Все. Вот злой дух и вошел в него бес, демон. Как Лев Толстой называет, черт рогатый. И он его мучил. Игнатий, Игнатий, но там дословно написано, когда злой дух от Бога находил на Саула. Допущенное Богом. От Бога означает... Вот болезнь у меня от Бога, потому что я пил, курил, допустим. И от Бога он меня полюбил, Бог дал наказание, чтобы я покаялся. И мы все, что видим в мире, без Бога ничего не было. Бог допустил, чтобы Саул бесновался. А потом еще перед смертью пошел к ведьме. Игнатий, Игнатий, но сама эта фраза... Послушайте, пожалуйста. Сама эта фраза, когда злой дух от Бога, говорит о том, что это какая-то часть Бога. От Бога. Не надо выдумать, часть слова нет никогда. От Бога, это означает допущено Богом. От Бога коммунисты пришли. От Бога Гитлер пришел. То есть от Бога было повеление этому случиться. От Бога пришел план. Вот нужно погубить какого-то царя было. И пред Богом идет совещание. Один дух говорит так, другой иначе. А один дух говорит, я войду в уста всех пророков, и он будет делать, что надо. Господь говорит, иди и сотвори. От Бога. Бог попустил этому быть. Люди не хотели, чтобы царь такой был Николай. Вместо его кто пришел? Какие палачи? 66 миллионов внутри страны только погубили. Вот и все. Игнатий, я не вижу смысла дальше продолжать нашу беседу, потому что тема, она обозначена как реинкарнация, но она не имеет места обсуждению с вашей точки зрения. Так что благодарю вам. Всех благ вам. Я вам советую, покайтесь перед Богом, чтобы вы такое допустили злого духа, чтобы в вас вошел. Это он говорит. Это вот тот сам дух, который от Бога, Бог допустил, чтобы вы страдали от него. Покайтесь, уверуйте в Бога, идите в храм Божий, купите Библию. У меня нет страданий, я чувствую себя очень хорошо. Я вижу по лицу, по всему, что это ненормально у вас. Я с людьми работаю день и ночь. Я один раз только поговорю с человеком и биографию его напишу. Мне звонят со всего мира, чтобы помолиться. Я молюсь, еще уже говорят, уже ребенок встал. Бог дал мне этот талант. С разных стран пишут, с Америки не пишут, а звонят по скайпу. Я начинаю молиться, и сразу другой климат идет. Бог делает, это не я, Бог делает. Я с человеком разговариваю, я взял на него только и вижу, что... Ваше состояние как пьяное какое-то. Видно, или под наркотиками. Люди так я себя веду, вот как вы. Вид ваш такой. Пьяность другого, с большого будуна, говорит, или после наркотиков. Я каждый день, сотни людей перед мной проходят. А потом я говорю, а как вы догадались? Да я говорю, видать, у тебя как язык говорит, что ты говоришь. Ну, это легко отличить. Говорит это человек в Духе Святом или от дьявола. Тут не надо ничего, это налицо все. Все, договорились. Я больше не намерена продолжать. Благодарю вам за знакомство и всех вам благ. До свидания. Это у вас был важный час. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Потом вы будете искать, и уже от моря до моря будет ходить искать. И не будет, все изымут. Мы на грани окончания мировой истории стоим. Все часы мира становятся. Благодарю за наставление и всех вам благ. Давайте ищите, пока Господь близко. Возьмите Библию и считайте ее. Считайте. И каждое слово истина, потому что все написанное исполняется. Когда взорвался четвертый атомный реактор в Чернобыле, знающие люди сразу увидели. В Библии написано, падет с неба звезда полы. Воды сделаются горькими, многие умрут. Все, вышло. Вышло, не вмещает. Так что, Николай, кончилось? Да, она вышла, не вмещает. Я что мог, то сказал. Это одержимость бесовская. Да, спаси Христос. Все хорошо, береги себя. Ты поменьше знаешь, я тебе написал с кем. Смотри, а то живо заглотят. Борода хорошая у тебя, голос гонкий. И любая. Прильнет на вторую букву алфавита. И к ногами выносить будут. Не встречайся никак. И не беседуй. Сказал о Боге, и к чату прилепляй. Спаси Христос. Сатана уже замахнулся на тебя. Береги себя. И вот она выросла как раз в этот момент. Все пока с Богом. Отошел. С Богом.